Всем привет! Сегодня девятый день проекта Нет предела совершенства, и я вчера с нетерпением ждала, какое же будет мое следующее задание. Я просматривала почту, каждый там посмотрел, посмотрел, вот какой-то вот у меня стрепетом ждала, потому что каждый раз это непредсказуемое задание. И вот какое же было мое удивление, когда задание мне было, это омолаживающий макияж. Ребята, это моя самая любимая тема, потому что я работала и как моделью раньше, так и я подрабатывала визажистом. Сейчас моя профессия, это более 15 лет, это работа в косметической компании, индустрии, конечно же, это моя любимейшая тема. Омолаживающий макияж. Я вчера стала пересматривать свою косметику, свои косметические срезы, потому что омолаживающий макияж – это не тот макияж, который я делала раньше. Он должен быть без ярких, насыщенных оттенков, более неграфичный, более легкая текстура. Вы всегда видите, что я делаю макияж очень ярко. Поэтому, да, я сегодня тоже у меня более яркий макияж, но я его делала специально для того, чтобы на камеру вам показать фокусы, куда что мы наносим. В повседневной жизни, когда я делаю макияж, я стараюсь, дневной, да, я стараюсь сделать его более легким, более полупрозрачным. Камера, свет будет съедать часть макияжа, так же, как вы делаете в фотосессии. Фотографируйтесь, идете на вечер. Весь макияж должен быть более насыщенным для того, чтобы на фотографиях вы смотрелись куколкой и в инстаграме тоже. Антивозрастной макияж – это моя тема, потому что ровно через два месяца, 1 мая, мне будет 37 лет. Вот. И чтобы мы, как бы мы ни хотели, время не подвластно нам, и нам надо как-то с этим бороться. Надо всегда выглядеть достойно, привлекательно, стареть с достоинством, кокетничать и наслаждаться жизнью. Наш внешний вид – это залог нашего успеха, поэтому каждая женщина должна изучать хорошо свое лицо, изучать свои возрастные изменения, что происходит, и вовремя и правильно подчеркивать свои достоинства. Если вам интересна эта тема, смотрите. Поехали! В омолаживающем макияже важно осознавать, что вы давно слезли с подросткового ухода за вашей кожей. Используйте все средства комплексные для того, чтобы получить максимальный результат. Потому что волшебное чудо-бьюти-средства косметические могут вам не помочь и наоборот подчеркнуть ваш возраст. И это часто мы видим распространенные ошибки, когда мы видим женщин вокруг. Поэтому важно проверить, дополнить ваш уход. Тогда ваш макияж будет совершенно по-другому смотреться. А если не ухаживать за кожей должным образом, то самые дорогущие бьюти-средства не помогут, а наоборот подчеркнут ваш возраст. Перед любым макияжем, даже если вы делаете это после обеда, когда только наносите макияж, важно проверить, что кожа у вас очищена. Перед этим очищена хорошо при помощи специальных отшелушивающих средств, для того, чтобы у вас не было мертвых клеточек, никакого шелушения. Чтобы следующие средства не подчеркивали то, что вы не умеете ухаживать за вашей кожей. Второй момент. Нужно обязательно использовать тоник. Если вы хотите, чтобы ваши морщинки очень быстро разгладились, особенно после ночи, обязательно важно использовать тоник. Тоник как раз таки увлажняет и подготавливает кожу к нанесению следующих средств. Я не буду подробно рассказывать, у меня есть уже записанные предыдущие видео, я ссылки скину в описании. Также, как и я буду дальше еще делать серию видео, рассказывать более подробнее. Если вы хотите добиться эффекта мгновенного разглаживания морщинок, чтобы это было сразу быстрое восстановление после ночи, важно использовать сыворотку. После этого мы обязательно используем крем вокруг глаз. И, девочки мои, если вы не наносите крем вокруг глаз, а выходите на улицу, то вот оно солнце и, пожалуйста, преждевременное старение. Потому что кожа вокруг век, как правило, быстрее всего стареет и выдает ваш возраст. С возрастом наша кожа становится более сухой, рыхлой, поры более заметными. Поэтому нам важно забить наши поры, подтянуть нашу кожу. Для этого у нас специально есть антивозрастные крема. Вот, например, у меня Novage. Он более легкой текстурой, потому что у меня кожа все-таки комбинированная. Если вы предполагаете, что день вы проведете более насыщенно на улице, то советую в качестве дневного крема использовать крема с более высоким фильтром SPF защиты. Если это обычный среднестатистический день или рабочий день, то вполне хватит вот такого крема Novage. Итак, мы подготовили нашу кожу. Не забываем, что лицо женщины начинается с области декольте. Поэтому крема, сыворотки мы все наносим равномерно. Для того, чтобы нам еще больше молодить нашу кожу, мы используем праймер. Праймер используем не всегда. Мы по случаю, если нам нужно очень хорошо выглядеть, я им не всегда пользуюсь. Функция праймера – это подготовить кожу, это сгладить морщинки, забить поры и сделать кожу более светящуюся, ухоженную. Потому что с возрастом наша кожа имеет более сероватый потон и начинается где-то пагментация. Наносим его на руку. Хватает буквально одной капельки. Здесь не нужно использовать никаких кисточек, ни бьюти-блендеров. Здесь нужно его аккуратненько как бы втирать, распределять. Если вы замечаете, мое лицо немножечко начинает краснеть. Это действие праймера. Это как раз-таки кровь разгоняется. Действие праймера – это подготовить и нашу кожу делать более светящейся, более здоровый эффект дорогой, ухоженной кожи. Чем старше мы становимся, тем тоньше и легче тональная основа должна у нас быть. Более плотная текстура, наоборот, подчеркивает возраст, подчеркивает лимические морщины. Поэтому текстуры надо выбирать такие, как сисекрем, флюиды, такие легенькие, для того, чтобы буквально легко подтонировать нашу кожу. Я буду использовать две тональные основы «Флюид». Покажу вам два оттенка. Тональное средство нужно подбирать как можно ближе к оттенку вашей кожи. Ни в коем случае не светлее, не темнее. Потому что если вы выберете темнее, то это добавит плюс 5 лет к вашему возрасту. Но если вы выберете тональную основу чуть светлее, тоже ничего страшного, мы можем потом затемнить при помощи бронзера. Сейчас я вам покажу два оттенка. Коды я скину в описании к видео. В действии посмотрим, насколько эти оттенки у нас будут выглядеть на коже. Фарфоровый оттенок. Второй оттенок – это слоновая кость. Пипеткой мы выдавливаем на нашу руку. Видите, насколько разные оттенки. И мы будем использовать на центральную часть более светлый оттенок. Здесь мы будем использовать более темный оттенок. Тем самым сделаем легкое контурирование. Для того, чтобы сделать омолаживающий макияж, нам нужно как можно тоньше сделать слой тональной основы. Подчеркнет ваш возраст, если вы будете носить тональную основу А – плотную. И Б – пальцами. Это более плотный слой будет, либо кисточкой. Поэтому максимально лучшее нанесение нужно использовать вот такой бьюти-блендер. И вторая фишка – если вы прежде чем будете носить его немножко увлажнили. Я вчера мыла бьюти-блендер, поэтому он немножечко влажный. И берем, наносим более светлую тональную основу. По центру я не использую зеркало, мне сложновато. Я смотрю прямо в камеру. И у меня чуть-чуть темнее оттеночек. Я его использую по контуру. Все-таки нужно наносить при помощи зеркала, потому что я не вижу, куда я наношу тональную основу. Хорошо проработаем вот эту зону. На губке. Более светлый оттенок мы наносим на крылья носа. Конечно же, у нас кожа не идеальна. У нас есть различные неровности. Даже, например, есть прыщики, либо покраснение, либо идет какая-то пигментация. Поэтому мы будем использовать немножечко другие фишечки. Нужно ли наносить тональную основу на шею? Здесь нужно посмотреть, чтобы у вас не было четкой границы. Конечно, да, вы можете немножечко провести. Основа, посмотрите, она немножко подстроится по цвету вашей кожи. Какая-то тональная основа может немножко стать чуть-чуть темнее, какая-то чуть светлее. Поэтому смотрим, как она будет выглядеть при дневном освещении. Рассматриваем себя в зеркало. Правильно ли эта тональная основа? Да, все отлично. Кожа у меня не идеальна. У меня есть прыщики, у меня есть вена. Рассматриваем себя внимательно в зеркало при дневном освещении. Мы не смотрим на то, что у нас появилось. Может быть, вчера, позавчера, там месяц назад этого не было. Но с возрастом это начинает вылазить. И мы видим, где нам нужна коррекция. Эта коррекция должна быть точечной. Чем старше мы становимся, мы должны понимать и осознавать, куда нам инвестировать наши деньги. И инвестиция должна быть обязательно в консилеры. Консилеры и филеры должны быть разных текстур. Во-первых, это должна быть жидкая текстура. У меня еще есть жордановские. Не могла найти в какой-то сумочке затерялся или косметичке. Также более плотные корректоры, стики. Плотные текстуры для того, чтобы нам перекрывать различные синячки. Это точечно должно быть локально. Рассматриваем лицо и начинаем искать места, где нам нужно перекрыть. Мы можем вот здесь немножко забить морщинки. У нас идет оплывание наших губ. Поэтому сюда немножечко нанесем. Сначала пальчиком, а потом блендером для того, чтобы действительно растушевать. И кожа выглядела как можно более естественно. И чтобы не было видно маски, которая вы делаете на лицо. Далее, перед тем, как перейти к вот этой вот зоне корректировки, нам важно подготовить наши губы. С возрастом у нас теряется контур губ. Но перед тем, как делать это видео, я немножко подкачала свои губы. Не укольчиками, а при помощи вот такого средства. Это бальзам, который придает увеличение вашим губам. Я его наносила не полностью на поверхности, потому что иначе будет сильно припухлость, неровность и покраснение. Потому что минус его, он дискомфортен, печет губки. Но вам нужно понять, что для вас важна красота. Или красота натуральная. Либо при помощи иголочек подкачать. Да, конечно, у нас сейчас есть чудо-средство. Можно сходить в космический кабинет и подкачать немножко ботоксом. Вот эту вот линию. Не такие сделать губки. Пока я это не использую. Но не факт, что я это не сделаю через какое-то определенное время. Такую помаду, которая увеличивает ваши губы. И желательно это сделать, подготовить до нанесения помады. Я уже немножко подкачала губки. Но чтобы показать, как прокрашивать, что мы делаем. Мы прокрашиваем не используя, не задевая контур, внизу. Почему? Потому что если мы затронем верхнюю линию, у нас губа вот эта вот, она сделается контур не то, чтобы припухлый, неровный, и будут покраснения, будут какие-то неровности, как раздражения. И прокрашиваем обязательно вот эту линию. Как раз-таки здесь вы можете немножко выступить за контур. Тем самым у вас восстановится вот эта линия, которая с возрастом пропадает. И нам нужно сделать губки более плотными, такими вкусными, сочными. Конечно же, не обязательно использовать вот такую помаду. Это как приемчик, чтобы ваши губки были сочными, аппетитными. И когда мы будем наносить помаду, наши губы подготовить. Потому что ухаживать очень важно за вашими губами. Есть вот такое испытанное чудо-средство. Его также я наношу перед тем, как делаю макияж. Вы знаете, что это такое. Бочоночек. Кстати, для того, чтобы быстро вам нужно на мероприятии какое-то восстановить сухую кожу вокруг глаз, что вы делаете? За часик вы наносите плотным-плотным слоем здесь. Вот очень плотным слоем, очень плотным. Через 15 минут вы берете обычную салфетку и прикладываете, убираете слой вот этого жира. То есть ваша кожа моментально будет увлажнена. Пока мои губки будут чуть-чуть подкачиваться, они уже подкачались, мы приступим к вот этой проблемной зоне. У нас есть три средства. Сейчас мое любимое – это вот это средство. Я просто не могу обходиться без этой палетки. Итак, разберем. Вот этот темный оттенок. Для чего он нужен? Давайте рассмотрим себя. Вот тут у нас самая темная зона. Вы видите, самая темная зона, которая выдает наш возраст. Поэтому мы можем прям пальчиком вот сюда набрать и забить оранжевым пигментом. Оранжевый пигмент очень хорошо перекрывает вот эту синеву. После этого вы также можете брать более светлый оттеночек и его уже перемешивать. Также можно после этого взять бьюти-блендер и после того, как вы прошлись пальчиком, убрать остаточки. Все. Перекрыли синячки. Здесь нужно быть очень аккуратными, потому что если вы нанесете плотный корректор непосредственно вот сюда, то тут же сразу почерпнете все ваши морщины и наоборот это выдаст ваш возраст. После этого мы берем жидкий корректор пальчиком, буквально вот здесь вот наносим. Нам важно нанесить не только под глаза, но нарисовать буквально треугольничек. Берем как можно меньше корректора, растушевываем и наносим. Очень важно, очень как можно более тонким слоем. Иначе вместо эффекта минус 5 мы сделаем плюс 5 лет. У меня здесь вена, поэтому ее я прорабатываю более тщательно. Я вам советую выделить время и проработать очень тщательно омолаживающий макияж. Потом вы набьете руку, это будет буквально 3-5 минут. Вау, и все, вы красотка. Итак, посмотрели, если нужно, немножко пройдемся, опять же таки, блендером, чтобы у нас ни в коем случае не было нанесено лишнего тонального средства. То есть у нас красивая, хорошая, подготовленная кожа лица. Еще один момент. Дальше подготовим наши веки. Первый вариант. Вы используете жидкий консилер, наносите на веко, тем самым осветляете и также омолаживаете его, потому что с возрастом кожа становится здесь у кого-то краснее, у кого-то более серой, но она уже становится другой. И, как правило, очень сухая. И кто-то говорит, ой, у меня не держатся тени для века, они скатываются. Вопрос, а к чему они будут крепиться? Такой вариант. Представляете, что вы сейчас возьмем муку и насыпем ее вот сюда на поверхность. И вот так вот стрясем. Как вы думаете, сколько муки останется на поверхности? Да не сколько, она просто сыпется. И второй вариант. Сейчас я сюда нанесу любую кремообразную текстуру, либо подсолнечное масло, либо еще что-то, и насыплю также муки. Как вы думаете, когда я переверну, сколько муки останется на поверхности, останется ли она? Вы меня понимаете, нужна сцепка, нужна вот такое вот вещество, которое прикрепит тени, и они будут держаться очень хорошо, долго и тем самым выполняют свою функцию. Итак, это была основа, подготовка лица к нанесению декоративной косметики. И если раньше мы это делали на скорую руку, вау-вау-макияж, то сейчас проработка холста, на котором мы будем дальше рисовать, она гораздо более важна, нежели чем мы это делали с вами раньше. Следующий этап – это наши бровки. С возрастом у женщин брови становятся более редкими, появляется больше просветов, и та мода, которая была раньше, а-ля тоненькие бровки, она прошла и оставила след того, что у женщин, когда они годами перещипывали вот здесь брови, они больше не растут. Что сейчас в моде, что сейчас в тренде – это естественные ухоженные брови, а перещипанные бровки выдают ваш возраст плюс 5-10 лет. Поэтому сейчас нам нужно сделать брови более широкими, более ухоженными, но в то же время брови не должны быть графичными. Да, сейчас очень часто люблю делать графичные брови, яркие брови, но они классные для инстаграма, для фотосессий, потому что когда вы делаете фотографии, свет очень хорошо осветляет ваше лицо, и вы выглядите просто изумительно. Но в повседневной жизни, когда вы общаетесь с человеком на расстоянии полуметра-метра, здесь важна больше естественность, натуральность, и как можно более незаметней подчеркивать. Я вам в предыдущем видео как-то рассказывала о карандашах для бровей, не буду подробно рассказывать. Если мне нужен дневной макияж, то я использую два карандаша. Самый светлый оттенок наношу на верхнюю, на первую часть брови. Он имеет сероватый потом. Прорисовать в принципе даже всю бровь. Я беру второй карандаш, начиная от середины, буквально штришками подрисовываю себе волосики. Когда вы делаете дневной макияж, при дневном освещении легко добиться и посмотреть, насколько это выглядит естественно и натурально. Дальше обязательно мы используем вот такую щеточку и прочесываем, чтобы у нас не было видно того, что мы сделали. Делаю то же самое со второй бровью. Щеточкой можно делать даже вот так, чтобы растушевать карандаш. Эти карандаши имеют более сероватый потом, поэтому что еще можно сделать? Сейчас я сделаю более легкий макияж, поэтому использую вот такую свою любимую палетку, которая раскладывается. Как вы понимаете, что я ее часто использую. Взять более светлый оттеночек. Вот так, сейчас я его возьму. Заполним пространство немножечко. Вот здесь более светлым оттенком заполним пространство и более темным оттенком мы прорисовываем вот этот вот хвостик. После этого мы можем сделать два в одном и почесать, сделать более натуральные бровки, также сделать их более объемными при помощи специальной туши для бровей. Вот так вот мы и прочесали одновременно бровь, чтобы она у нас была более натуральной, и в то же время их делаем более объемными, а с возрастом брови становятся более тоненькими. У блондинок они вообще полупрозрачные. Такие брови не выглядят графичными, они более естественные и смотрятся очень даже хорошо. Далее приступим к оформлению наших глаз. Еще раз проверьте, что у вас обязательно нанесен либо консилер, либо праймер, либо я еще использую вот этот оттенок. Он очень хорошо делает устойчивость моему макияжу. Раньше до этой палетки я использовала вот такие тени. Это крем тени. С возрастом всем женщинам советую обязательно использовать вот такие крем тени. Они хорошо склеивают, дают устойчивость любым теням. Кроме того, с возрастом веки у нас становятся сухими, и нам нужно за ними также ухаживать. И вы, наверное, слышали, что с возрастом нужно использовать обязательно матовые тени. Не переходите из крайности в крайности. Однозначно они должны быть перламутровыми, потому что они подчеркнут ваши морщинки. Но в то же время визажисты рекомендуют использовать хорошие благородные сатиновые оттенки. То есть вот с таким вот это не перламутр, это как раз идет сатин. То есть ваша кожа будет подсвечиваться, она будет такой легкой, легкую подсветку иметь, но не перламутр. Смотрите по состоянию, потому что все-таки такая пигментация, имеется какое-то вот свечение. На этой стороне я буду использовать матовый консилер. Вы видите, насколько разный взгляд. Мы подготовили два наших века. Они будут немножко разными. Дальше я перекрою, подкорректирую, но чтобы вы посмотрели эффект, разницу. С возрастом реснички начинают выпадать. Они становятся более редкими. И поэтому наша задача сейчас их уплотнить. Сделать так, что вау, у нас супер густые реснички. Мы берем матовый коричневый оттенок и стараемся как можно ближе к нашим ресничкам затемнить эту область. Когда наносите, старайтесь вот этот уголочек немножечко приподнять, потому что с возрастом у нас все морщинки идут вниз. Тем самым делаем такое печальное лицо. Приподнимем уголочек также вот здесь. Дальше мы используем коричневый карандаш. Ни в коем случае не черный. И стараемся провести внутри линию. Да, это сложно. Можно делать не каждый день. Но если вы хотите действительно благородный, хороший макияж, то, конечно же, советую вам сделать. Это фишка всех визажистов. Пополнить вот этот ресничный контур для того, чтобы наши реснички выглядели более густыми, объемными и у нас был действительно классный эффект. Не будем сейчас делать никаких стрелок. Просто чуть-чуть увеличим. Все. Так глаз становится еще более распахнутым. Как я вам говорила, нам не надо никаких четких линий, поэтому нам нужно немножечко растушевать наш контур. И все делаем мы по направлению только вверх. Нам нужно добиться эффекта объемности ресниц, не удлинения. Но объемности не для того, чтобы они были толстые такие кукольные ресницы, а объемности в прикорневом объеме. Для того, чтобы вот этот вот контур показался на густые классные реснички. Для меня сейчас любимая тушь – это вот такая Джордани. И как можно ближе к ресничкам мы начинаем наносить ее. И делая как раз-таки прикорневой объем. Дальше уже вносим все реснички. Нижние реснички мы едва-едва с вами прокрашиваем. Потому что если мы с вами переборщим, мы наоборот сделаем плюс 2-3, а то и 5 лет, тем самым утяжелив взгляд. Сделали прикорневой объем, чуть-чуть приподняли, и уже прокрашиваем оставшуюся часть ресничек. Для нас было главное – окрашивание и объем именно вот прикорневой части, а не внешней, как многие это делают. После этого ресницы кажутся неестественные, какие-то кукольные. И то же самое мы делаем с нижними. С возрастом у женщин под глазом вот эта вот слизистая линия становится красной. Поэтому если вы хотите еще убрать пару лет, для этого вы используете такой либо белый, либо телесный карандаш. И наносим его на слизистую. Чуть-чуть легко, не толстым слоем. Это освежает и открывает взгляд. Макияж глаз практически завершен. Но, как я вам говорила, что мои самые любимые тени – это вот этих оттенков. Если у вас, как у меня, кари-зеленые глаза, то я советую использовать обязательно вот этот оттенок и наносить его на вот эту часть. Буквально чуть-чуть капельку наносим и круговыми движениями. Мы также можем взять светлый оттенок и нанести буквально чуть-чуть под бровь. Я забыла вам сказать, что самое главное в антивозрастном макияже – это не то, что мы сделали боевой раскрас и классно, красиво, качественно прокрасили глаза, а это то, что обязательно после тонального средства, тональной основы, мы обязательно используем румяна, чтобы нам освежить наше лицо, чтобы вот этот вот холст, который мы с вами сделали, чтобы он заиграл. Это самое-самое главное. То есть даже если вам нужно делать быстрый макияж, немножко подкрасили реснички, может быть, чуть-чуть бровки сделали форму, и главное – это румяна. Но если вы будете наносить румяна на неподготовленную, на неувлажненную кожу кремом, если не будет сыворотки, крем неправильно впитается, румяна у вас могут лечь пятнами. Конечно, рекомендуют косметологи, у кого сухая кожа, использовать более кремовый румяна, или подойдет та же помада, но я сейчас буду использовать два вида румян, конкурирование этим тем оттенком, и в то же время сделать румяшки. Наносим румяшки. Легко делаем контурирование. Приподнимаем. Не переборщите. Также обработаем височную часть. Обязательно обрабатываем вот эту область, потому что с возрастом у нас обвисают щечки, поплывает контур, и нам нужно это все скрыть. Если вы чувствуете, что вы переборщили, берем кисточку и хорошенечко растушевываем. Я еще люблю использовать вот такую кисточку, когда выкладываю. Вам нужно было показать этот раньше прием, для того, чтобы вы посмотрели, как заиграла кожа. И после этого мы берем розовых румяшек. У многих возникает проблема, какого правильно оттенка выбрать розовый, насколько розовый, ну, конечно же, будет лучше всего розовый, чтобы персиковый был оттенок. Ну, вот такие вот румяшки, да, если вы не визажист, если не разбираетесь в тонкостях, лучше всего использовать, не заморачиваться, потому что одновременно все оттенки набрали, встряхнули и прорабатываем вот эти яблочки. Посмотрите, какой сразу появился красивый оттенок. Я после всего этого люблю использовать вот такую кисточку, вот так. Она у меня чистая, немножечко растушевать и перемешать оттеночки. Посмотрите, как засветилась моя кожа. И использование вот таких вот метеоритов, это необязательно. Практически их не будет видно на лице, будет такое легкое сияние. Кроме того, они очень приятно пахнут. Это, знаете, как дорогое нижнее белье, только вы будете знать, какое оно у вас. Мы можем использовать вот такую кисточку. Набрали. Идет такая легкая-легкая подсветка, знаете, чтобы придать вашей коже такой дорогой, холеный, ухоженный вид. У нас получился эффект фотошопа, ухоженный, хорошее, дорогое лицо. Переходим к губам. Если вы этого еще не сделали, то нужно обработать верхнюю часть губы. Следующий прием это, когда мы будем брать не контурный карандаш, какого-то оттенка под помаду, а именно карандаш натурального оттенка. Как я вам уже сказала, что у нас, что с возрастом у женщины контур здесь вот пропадает, он становится нечеткий. Нам нужно будет наполнить губы, сделать их более пухлыми. Естественно, для этого мы просто дублируем контур, не поднимаем его, мы его дублируем и прокрашиваем уголки, наполняем наши губы. Ну, уже по поводу оттенков помад, тут что подойдет, нравится. Я вам советую, чтобы не тратить лишние деньги, по возможности приобрести пробники помад, пробовать, смотреть под естественное освещение, под вечерний макияж. Да, сейчас я все-таки сделала акцент на глазам больше и помаду выберу вот такого оттенка, она матовая, Джордани, вообще матовая Джордани, это моя любимая помада. Я нанесла помаду и еще один совет визажистов, после того, как вы нанесли, сделать такой эффект зацелованных губ, чтобы ни в коем случае не было четкого контура. Мы подтираем пальчиком. Для того, чтобы сделать губы еще более пухлыми, без подкачки, вы используете такие самые светлые оттенки и добавляете их на... Посмотрите, насколько более объемными и пухлыми стали выглядеть мои губы. И еще один эффект, когда вы блеск наносите на центральную часть губ. Тем самым также ваши губки еще больше увеличатся. В завершении макияжа нам нужно лицо закрепить при помощи пудры. Если речь идет об антивозрастном макияже, советую вам использовать вот такую вот пудру Джордани. Я вам показывала свою любимку, у меня немножко другая пудра, потому что у меня все-таки комбинированная жирная кожа. И та пудра подходит идеально для антивозрастного макияжа. Когда у вас суховатая кожа, матирующую пудру использовать нежелательно. Нанесли на крышечку, стряхнули, пивающими движениями нанесли на лицо. Это надо было сразу сделать после того, как вы нанесли румяшки, чтобы их как-то немножечко скорректировать. Вот, у меня были остатки пудры на кисточке, поэтому я чуть сделала. Но когда вы полностью завершили макияж, еще лучше пройтись, потому что часть у вас впиталась. Тоже сделать слишком много излишки, чтобы пудры у вас не были видны, не были заметны. И проверить, как нанесен макияж. В ссылке под описанием этого видео будут коды продуктов, которые я использовала. Итак, мое задание «Антивозрастной макияж» сегодня сделано. Это был девятый день. Если вы еще не с нами в проекте, напишите нам, и мы расскажем, как присоединиться и получать вот такие интересные задания. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!